Друзья, всех приветствую! В этом выпуске мы поговорим о дренажах. Вообще, что такое дренаж и для чего он нужен? Все очень просто. Дренаж нужен для того, чтобы нам заболоченные места сделать более сухими. Дренаж нужен для того, чтобы наши растения не тонули в воде. Дренаж нужен для того, чтобы отводить воду от дорожно-тропильничной сети. Дренаж нужен для того, чтобы отвезти воду от дома. Как правильно сделать выбор и уместности дренажа? Какой дренаж нужен? Из чего он должен быть изготовлен? Вот об этом мы с вами сейчас поговорим. Вообще, сам по себе дренаж у каждого на слуху. То есть, мы сделали дренаж, мы делаем дренажи или я сделал дренаж. Но на самом деле, правильно ли он сделан? И увели ли вы воду с вашего участка или просто перенаправили в другие места? Мы очень часто сталкиваемся с тем, что приходим производить процессы по благоустройству озеленого участка. Нам говорят, что дренажи сделаны. Мы все сделали дренажи. Но когда начинаем работать с землей, понимаем, что по дренажам называют просто раскатывание труб, засып траншею щебнем, засыпку глиной или песком. И на этом все, дренаж сделан. Если все-таки окунуться более глубоко в эту тему, то надо понимать, материалы для дренажа абсолютно разные. Это касается и труб, и нетканных материалов, и щебня, и глубина залекания дрен. Из чего лучше начать? Начать нужно именно с проектирования дренажной системы. То есть, вообще, когда вы завершили все процессы по благоустройству озеленения участка, когда вы изучили ваши почвы, знаете геологию, какие у вас грунты легкие, тяжелые, присутствие синей глины, которая, в принципе, дает только гниение. Насколько плотная глина? И как вы планируете работать с землей? Потому что дренаж начинается с грунта. Вот для того, чтобы весь дренаж работал, нам необходимо подготовить почву. Как почву готовить, как фрезеровать, как ее очистить, как ее сделать подходящей для нашего участка, я рассказывал в предыдущих выпусках, и вы можете об этом посмотреть. Но я все же напомню. То есть, плохой почвы не существует, особенно в подмосковном регионе. Та глина, которая у нас есть, она абсолютно пригодна для производства любых ландшафтных работ. Просто в зависимости от потребности ее нужно обогатить. Либо песком, либо торфом, либо ее просто замешать с этими обеими консистенциями. Единственное, работать с пропорциями. Но то, что глина – это абсолютно подходящий материал, вы можете убедиться на том, на чем производят рулонные газоны. Они все сделаны на глинистых почвах. Потому что держится дернина, он удобный в использовании. Поэтому глина – это не отходный материал. Не нужно спешить вывозить все с участка и завозить чернозем, под которым в 90% случаях продают просто низинный торф, который сам по себе мертвый, не имеет никаких полезных составляющих, элементов. А просто служит в идеале для смешивания с легкими грунтами, для того, чтобы сохранялась влага. Но если с грунтом более-менее мы разобрались, то все-таки перейдем к дренажным системам. По сути дела, дренаж – это инженерная коммуникация. Вот для того, чтобы его правильно исполнить, строительство дренажа, а не просто раскладка труб, нам необходимо двигаться по вертикальным отметкам. Нужно знать перепады вашего участка, высотные отметки, которые дадут нам понять, куда двигается у вас вода. Потому что сложнее всего эта история, когда сделали дренаж, а он не работает, потому что вода идет не в том направлении совершенно, и начинают хаотично закрывать эти процессы. Именно с этим столкнулись мы на этом объекте, где дренирование почвы решалось очень ситуативно. То есть у нас есть болото, тут задренировали его, воду убрали, вода образовалась в другом месте, еще в большем количестве. Так, срочно надо осушить, начинают подсыпать песком, осушают, и получается пересыхание участка, и в итоге не растет газон. То есть и вот такая вот хаосная история, она присутствует на многих объектах. Давайте избежим этих процессов и сделаем дренаж абсолютно правильно. Мы знаем геологию почв, мы сделали топосъемку участка, мы знаем все наши отметки. Далее мы проводим вертикальную планировку нашего сада. То есть опираясь на концепцию благоустройства и озеленения, мы делаем вертикальную планировку нашего сада. Вертикальная планировка даст нам понять, какие у нас будут наклоны, как правильно сформировать дорожную тропиночную сеть, сделать на ней разуклонку. И уже когда мы выполнили вертикалку, то тогда мы по этой вертикальной планировке делаем план дренажей. Нам нужно будет понимать, куда мы воду сгоняем, где ее принимаем, конечная точка и, соответственно, уже ее реализовывать. В принципе, наш участок был построен по такой схеме, но мы прошли максимальным путем. Первое. Весь дренаж, который здесь был, мы его удалили. Вертикальную планировку утвердили, проект дренажа утвердили, сделали максимальным. И потом мы начали оптимизировать наш дренаж все-таки под наш участок. Мы знаем, что есть у нас, например, дорожная тропиночная сеть, которая еще не исполнена, но под нее вырыт котлован. Мы можем ее использовать в качестве прокладки нашего дренажа. Первое. Нам меньше придется с вами копать грунта, то есть на тот же самый штык полтора, а это очень существенно. Меньше увозить глины, меньше будет у нас земляных работ, а дренаж будет работать точно так же. И вот из нашего максимального проекта по дренажам, это 1700 метров погонных, когда мы все это оптимизировали, у нас получилось 1000 метров. То есть 700 метров дренажа мы убрали. То есть от книжного варианта, от альбомного мы просто отклонились для того, чтобы его оптимизировать, сократить, естественно, погонаж, количество материалов, трудодней, рабочего времени, то есть сроки, естественно, денег. Главная магистральная ливневая, так сказать, дреноканализация у нас расположена вдоль главной прогулочной дорожки, которая на себя принимает весь поток. Выбрали именно ту сторону, где у нас наиболее сильный уклон. Она поможет нам разгружать, в принципе, весь дренаж, поделить его на несколько частей. То есть сначала мы проложили глубинную ливневую канализацию. Труба не перфорированная, не гофрированная. Там еще вот ее видно синяя. На глубине 1 метр. По отбитому дну, которое мы спрофилировали с помощью нивелира, соблюдая уклон, у нас получился на 1 метр 2 сантиметра. То есть достаточно с хорошим прогоном воды. Мы участок поделили на несколько зон. С дальней точки участка мы принимаем воду в нашу ливневую, так сказать, канализацию вводим, а с этой части участка мы принимаем верхний дренаж, чтобы полностью разгрузить его, чтобы поток воды успевал распределяться. И самое важное по монтажу. В большинстве случаев дренаж укладывают как? Постелили геоткань, насыпали щебня, положили трубу, трубу обсыпали щебнем, закрутили опять эту ткань, обсыпали песком и все, дренаж готов. Мы используем другую технологию. Это укладка на материнский грунт. Профилируется дно из глины, укладывается ткань. Ткань используем Тайпар. Она достаточно дорогая, но у нее адгезия гораздо выше, чем у геотекстиля. То есть ее свойства отталкивают как бы глину, не засоряя саму ткань. Фильтрация тем самым только улучшается. Будем расстилать дно Тайпаром, укладывать трубу прямо на нашу глиняное основание. Уже сверху обсыпать ее щебнем в слой примерно 20 см. Далее мы песка, 10-15 см. И обязательно оставлять 20 см на материнский грунт. Если мы будем отклоняться от цифры 20 и двигаться в сторону 15, то, возможно, в жаркие дни, если у вас очень открытый солнечный участок, почва может просыхать и будут образовываться полосы. При 15 см это маловероятно, но лучше все-таки для материнского грунта всегда оставлять 20 см. Установка смотровых колодцев. Вот если говорить на нашем примере, то вот эти колодцы у нас будут расположены под уровнем нашего газона. Довольно-таки странно звучит. Но ради того, чтобы визуально было намного красивее, вот эти смотровые колодцы мы спрячем под газоном. Но чтобы знать, где они расположены, вот эти все колодцы мы отснимем опять на топосъемку и занесем их в программу. И на нашем плане, концепции, будет отображение этих колодцев, где они находятся. То есть мы всегда будем знать, где располагаются наши колодцы. Но эстетически это будет выглядеть намного лучше. И, пожалуй, самый важный этап это как раз именно сбор колодцев, дрен, муфт, соединителей. Вот всему этому нужно уделять кропотливое внимание. Я срезюмирую. Обязательно произвести топосъемку участка. Обязательно сделать вертикальную планировку. Обязательно сделать проект дренажей, который в большинстве случаев будет рабочей схемой, которую мы уже будем резать. Потому что бумага терпит все, но когда вы носите в натуру, будет намного легче производиться и правильнее, естественно, работы. Нужно забыть про вот это. Вот здесь вот проложите мне дрену, вот здесь еще одну дрену. Забываем про это. Прибегайте специалистам именно по дренажам, которые оказывают услугу. Да, устройство дренажа, они продают просто погонные метры трубы, закопанные в щебень. Потому что эта история не рабочая. Нужно знать именно технологию устройства дренажа. Если вы все эти вот постулаты будете соблюдать, достаточно несложные, то вы получите действительно хорошо и правильно дренированный участок. Зачастую фатальная ошибка это, знаете, такое мнение, чем больше дренажей, тем лучше. Или все грунты надо дренировать. Не всегда. Если у вас чистые солнечные участки, имеющие песчано-суглиничное основание, то тут к дренажам нужно подходить очень деликатно. Нужно понимать то, что где-то и вовсе не нужны дренажи. И я предлагаю не гадать, а именно с помощью геологии, именно с помощью проектных систем, проектных решений уходить в сторону именно этого направления. То есть бумага терпит все. В общем, друзья, наверняка у вас остались вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. И я обязательно на них постараюсь ответить.